Ситуация на внешнем контуре, предотвращенные теракты и обеспечение мирной и безопасной жизни в стране. Президент сегодня собрал совещание по вопросам общественно-политической обстановки. Среди приглашенных во Дворец Независимости весь силовой блок Совбеза. Как действовать дальше, обеспечивая внутреннюю и внешнюю безопасность? Что предпринимать исходя из меняющейся ситуации? Александр Лукашенко расставил акценты. Обстановка в стране вынуждает держать руку на пульсе. В ход идут любые методы, чтобы накалить ситуацию внутри республики. Рука внешних сил очевидна. Я уже не единожды говорил о том, что спокойной жизни у нас не будет. Она может быть спокойнее, может быть более острая ситуация. Но абсолютного покоя в стране никогда не будет. Потому что уж очень хочется разным силам, прежде всего извне, накалить здесь обстановку. Вы видите, что поменялись режиссеры за границей. Уже некоторые там каналы, которые раньше водили по Минску протесту, но от этого отказались. Появились более радикальные, типа Байпола, где подвизают полтора-два десятка бывших якобы военнослужащих. Трудно их, конечно, назвать военнослужащими. Вы видите эти призывы к радикализации. Особо хочу в очередной раз отметить работу нашей милиции и Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Которые молодцы, просто ребята молодцы. Раскрыли очередное преступление террористической направленности. И надо Иван Владимирович всех ребят, которые участвовали в этой операции, представить государственным наградам. Они этого заслужили. Ну и ложка дорога к обеду. Они этого заслужили. Они защитили огромное количество людей, которые могли пострадать. Контроль за ситуацией на внешнем контуре и обстановкой внутри страны не ослабевает. Тем более западные режиссеры не прекращают попытки радикализировать ситуацию на улице. Президент требует обеспечить людям спокойную жизнь и безопасность. Пристальное внимание правоохранителей будет сосредоточено на обстановке в столице. То, что у нас идет переформатирование действий протестуновых и беглых, мы это видим. Должен просто сказать, что мы никогда не допустим того, чтобы наш народ боялся выйти на улицу. Этого допустить мы не можем, не имеем права. И это характерно прежде всего для города-героя Минска. Поэтому, Наталья Ивановна, вы как уполномоченный по городу смотрите за порядком. Ну, не в острые моменты. Надо каждый день работать, как это вы делали на протяжении зимы и лета. Поэтому есть результат. Люди у нас не идиоты. Они же прекрасно видят, что кто-то, как они говорят, бабки косят за границей. Ну, ясно, кто сидит на этих потоках. И люди не хотят быть, как они говорят, что вы нас на вилы бросаете, а сами там эти деньги по карманам раскладываете. Видите, они чувствуют, что их просто подставляют. И мы это видим внутри страны. Поэтому с людьми надо работать. Да, надо работать жестко с теми, кто берется за оружие. Кто привозит сюда взрывчатку или готовит эту взрывчатку и пытается то ли в мусорных контейнерах или в огнетушителях произвести эти взрывы. С этими мы разговаривать не будем и считать до трех тоже не будем. Но основная это масса людей, с которыми надо разговаривать. Поймут они нас или нет, услышат или нет, это уже их проблема. Это их дело. Но с людьми надо разговаривать. Система национальной безопасности, которая создана в Беларуси, способна обеспечить правопорядок на территории нашей страны и предотвратить любые угрозы. Оперативники держат на карандаше всех заводаторов, протестных акций, в том числе беглых координаторов. Новая информация будет озвучена, отметили в Совбезе. И еще раз призвали людей не вестись на призывы из-за рубежа. Руководство вот этими всеми мероприятиями осуществляли деятели, находящиеся не на территории нашей страны, а за границей. Так называемые лидеры, которые переживают за то, что творится на территории страны. Предатели, по-другому я не назову, которые входят в байпол, абсолютно не думают о том, что произойдет с теми людьми, которые выйдут здесь и будут участвовать в противозаконных этих мероприятиях. Они их рассматривают как пушечное мясо. Им абсолютно все равно, что с ними будет, как будет и какие меры ответственности потом будут применены к этим людям. В прошлом году нас шатали по-всякому, удавили психологически, травили педагогов, силовиков, журналистов, портили имущество, угрожали семьям, сливали в сеть телефоны, адреса и другие личные данные. Несмотря на все попытки, сценарий устроить в Беларуси цветную революцию не удался. Тем не менее, поводов для самоуспокоения нет. Сбежавшие из страны-радикалы постоянно меняют тактику и нужно быть готовыми к любому развитию событий.